Всем привет! Вы на канале Вечное Лето! Всем привет! И в этом выпуске мы с вами решили поговорить о мошенничестве в Таиланде. Мошенники! Вы нас просили рассказать о мошенничестве в Таиланде. Поначалу, когда мы только сюда приехали, нам нечего было вам рассказать. Но сейчас, сложив здесь какое-то время, мы узнали несколько мошеннических схем и хотим поделиться с вами этой информацией, дабы предостеречь. Первое мошенничество связано с арендой байков. Когда вы арендуете байк, ни в коем случае не оставляйте свой загранпаспорт. Если от вас требует паспорт, то просто уходите оттуда. Потому что в других местах можно договориться на депозит около 1-2 тысячи бат. Этого будет достаточно. А если вы отдадите свой паспорт, то есть вероятность того, что до вас будут докапываться, вымогать деньги за то, что вы испортили байк, хотя с ним все в порядке. Ну и все в этом духе. Да, мы знаем такие истории, когда люди приходили, возвращали байк, а им приписывали какие-то космические суммы, якобы на починку байка, якобы что-то там с мотором. Хотя доказать они этого не могут, и ты этого опровергать тоже не можешь. Как бы у них твой паспорт, они тебе его отдавать не собираются, пока ты там 5-7 тысяч не отдашь им на ремонт байка. Вот, поэтому паспорт вас сковывает. Если они там скажут, отдавай депозит, то тысяча, это терпимо. Но за паспорт они могут требовать гораздо больше денег, и это очень печально. В Сирокопе, только-только в Сирокопе. Следующая неприятная ситуация случилась с одними нашими знакомыми, которые сняли здесь квартиру. А все дело в том, что мошенники чаще всего наживаются на туристах, или на тех, кто приехал сюда на длительный срок, но эти люди приехали сюда в первый раз, как бы, и они особо ни зачем не гонят, не проверяют, они верят людям на слово. Конечно, так очень опасно поступать. В общем, наши знакомые сняли здесь квартиру в одном из самых лучших, таких популярных кондоминиумов вблизи к морю, всего за 6 тысяч бат в месяц. Это очень-очень низкая цена для этой квартиры. Мы с Сашей, когда в нее пришли, ну просто вообще обалдели, я была в шоке. То есть, квартира по цене дешевле нашей, но условия там в два раза лучше. Там 15 этаж, вид на море, значит. До моря там всего три шага. И у них есть кухня, шикарная, просторная студия. И я просто у меня в голове не укладываюсь. Как она может стоить 6 тысяч бат? Я, ну вообще, я была за них, короче, рада. И думала, что мы с Сашей, может, тоже в такое жилье переберемся, потому что условия лучше, а платить меньше, круто. Вот. И потом, ребят, сказали, что единственным минусом был тот факт, что депозит тоже 6 тысяч, это как бы нормальный депозит за месяц. Но их попросили оплатить три месяца вперед. То есть 18 тысяч плюс 6 тысяч депозит. То есть сразу они отдали 24 тысячи. Ну, как бы проплатили на три месяца. И ребята были довольны, оперируя тем, что вот, мол, мы не депозит отдали, а мы проплатили эти деньги, то есть мы можем три месяца спокойно, льготно жить. В общем, все хорошо и прекрасно. Проживают они две с половиной или три недели. И тут стук в дверь, к ним приходит Тайка, хозяйка квартиры, а они сняли у русского парня. И Тайка говорит, а вообще, что вы здесь делаете? И вообще, это не вы тут должны жить? В общем, какая история? Она сдала эту квартиру русскому парню, который, соответственно, не дожил в этой квартире две с половиной, три недели, а пересдал ее нашим знакомым. Но снял он ее за 12 тысяч, а пересдал всего за 6. Он сделал такую заманчивую цену за месяц, и люди сразу как бы, ну, захотели ее снять, потому что это действительно очень выгодно. Но, видите, он попросил сразу три месяца вперед оплатить. Ребята оплатили сразу 24 тысячи, думали, все будет хорошо. И тут через несколько дней приходит Тайка и говорит, либо вы выселяетесь, да, через какое-то там время, через несколько дней, либо оплачиваете за следующий месяц 12 тысяч бат. То есть парень русский пересдал мне свою квартиру, то есть квартиру Тайки, и попросил оплатить три месяца вперед, хотя квартира ему не принадлежит, и, в общем, ребята попали, грубо говоря, на 24 тысячи. Они потеряли эти деньги. Это очень обидно, потерять такие деньги, и еще обиднее остаться на улице, когда у тебя на жилье сейчас нет денег, ты как бы их все отдал. Саша, что ты думаешь об этой ситуации? Ну, в первую очередь при аренде, если вы арендуете у русского, чаще всего они обманывают, вы должны спросить ченнот. Это документ, который удостоверяет то, что квартира оформлена на этого человека. Второе, вы должны посмотреть паспорт того человека, которого вы арендуете, и его сфотографировать. На всякий случай. Даже можете взять паспорт, их лицо поднести и сфотографировать на телефон. Этого, в принципе, будет достаточно. И также не забудьте сравнить в ченноте и в паспорте, чтобы владелец квартиры был одинаковый. Тогда вы будете уверены, что вы арендуете у владелица квартиры. Они нашли этого парня через группу ВКонтакте. Конечно, имя у него было фейковое. И что еще интересно, как вот потом выяснилось, этот парень снял три квартиры и пересдал три квартиры. То есть ребята были одними из трех пар, которые пострадали. И некоторые проплатили ему за год. То есть 70 тысяч сразу оплатили и думали, будут жить год спокойно за такую небольшую сумму для такой классной квартиры. А как оказалось, это были не его квартиры. И он просто их пересдал, собрал деньги и уехал. Так что будьте осторожны, когда снимаете квартиру. Мы все-таки вам рекомендуем снимать на ресепшене. Приходить прямо вот этот офис при кондоминиуме и у тайцев спокойно заключать контракт. Следующее мошенничество связано с байками, но уже не при аренде, а при покупке. К примеру, вы хотите купить байк у русского и он говорит, что ну вот, бери гринбук и катайся на нем. Но так делать нельзя. Вы должны обязательно переоформить байк. Конечно, можно купить байк, если он оформлен у тайца, и кататься, к примеру, ну, забрав у него документы для переоформления. Но сделать так, покупая у туриста, то есть у какого-то русского или американца, вы так не можете. Вы обязательно должны его переоформить. И была такая ситуация, то что одному знакомому продавали байк, и он говорит, ну вот, бери документы на байк, катайся и давай мне деньги. Он говорит, нет, давай завтра сделаем резидент-сертификат, поедем переоформим, там всего пару часов. А он говорит, нет, давай вот сейчас лучше, ты забирай документы, давай деньги и потом переоформим. И друг говорит, нет, давай так, я не хочу, что-то мне не нравится такая ситуация. И потом узнал, что он правильно сделал, потому что у этого человека была просрочена виза, он не мог сделать резидент-сертификат. Это означает то, что он не мог переоформить байк на знакомого. Если бы он у него купил, то неизвестно, что он с ним потом бы делал. Поэтому при покупке байков обязательно переоформляйте документы. Кто бы вам что ни говорил, завтра, послезавтра. Если завтра, хорошо, тогда и деньги завтра. Да, едете, переоформляйте, потом отдаете деньги. Просто, знаете, люди так устроены, когда низкая цена, и когда видишь байк своей мечты, то ты хочешь его забрать прямо сейчас. И ты как-то на условии особо махаешь рукой. А, завтра, да, завтра, мой байк, мой байк. А потом выясняется, что ты купил то, на чем не имеешь права ездить и не имеешь права продать. Если тебя остановят, а он не переоформлен, то беда, беда. Также мне одна женщина рассказывала, что они приехали сюда с семьей отдохнуть на месяц. И они сняли квартиру в комплексе, в хорошем, приличном комплексе. Отдали депозит в размере месячной, стоимости арендной платы. То есть 10 они отдали за кондо и 10 депозит. И когда они уже выезжали, они сняли у русской девушки. И эта русская девушка их предупредила, что я не хозяйка, но она показала документы. Она говорит, я не хозяйка, но вот хозяйка тайка, я просто как бы ее представляю. Ее сейчас нет, но вот давайте все со мной. Хорошо, без проблем, они у нее сняли. И когда уже был день выезда, они показывают, что квартира вся в порядке, ничего не поломано, ничего не украдено, что мол, давайте депозит возвращать. Она говорит, вот так вот вышло, я не могу вернуть депозит. Депозит у тайки. То есть я ей деньги отдала, она опять уехала, ее нет, у меня тоже денег нет, я не могу вам депозит вернуть. А у людей самолет через несколько часов. Конечно, они не будут выбивать душу из этой девушки в поисках своего депозита. 10 тысяч бат. И уехали без депозита. Она им там клялась, говорила, я вам переведу на карточку, только не волнуйтесь, все будет хорошо. В общем, тебе дали номер карточки. Говорит, вот четвертый месяц ждем, звоним, там пишем, она не отвечает. Конечно, мне кажется, что она уже ничего не вернет. Это вот опять же грустно, печально, поэтому опять же, лучше идти на ресепшн. Там всегда есть тот, кому вы отдаете этот депозит. Там человек работает, он сдает квартиру, он всегда на месте. И не получится такой неприятной ситуации. Поэтому, если вы хотите что-то купить или арендовать, то лучше, наверное, связываться с тайцами. Как не печально это признавать, но все истории, вот эти мошеннические, которые мы узнали, они связаны только с русскими. И многие, которые приезжают сюда и живут долго, рассказывают нам, что русские друг от друга тут сторонятся. Не потому, что они такие высокомерные, а потому, что они просто боятся сближаться. Многие русские входят в доверие, а потом кидают людей. Мы знаем очень много историй, когда люди брали в долг. Сначала они брали маленькие суммы, 2, 3, 5 тысяч бат, быстренько их возвращали, а потом просили 15 тысяч, 20 тысяч бат и уезжали безвозвратно. Следующая неприятная ситуация произошла недавно. Русский человек владел комплексом. Ну, не комплексом, а хостелом. То есть, там было несколько прям квартир, небольшой такой бизнес, а внизу что-то типа кафе, ну, я точно не знаю. Я знаю, что он решил переехать и продал свой хостел другому русскому. В общем, и когда они разговаривали, этот продавец сказал, что все, в общем, комплекс готов к заселению, вот завтра вы на нем уже будете делать деньги, удачное расположение, вперед, отличная инвестиция. Продал достаточно за большую сумму. Он купил комплекс, но на момент покупки там еще жили жильцы. Но это человека, видимо, не смутило, может быть, был уверен, что эти люди съедут к моменту продажи. И когда вот он купил, пришел в свой комплекс, а там куча жильцов, все комнаты забиты жильцами. И он начал это, узнавать так тактично, а когда вы съедете-то, мне пора денежки зарабатывать. Они сказали, что у них проплачены эти комнаты на год вперед. То есть, еще год этот человек не имеет права получать деньги, прибыль с своей покупки, потому что люди проплатили продавцу за год вперед. И как бы он их фыкнуть не может, но и оставить он их тоже не может, потому что он купил этот бизнес, ему нужно зарабатывать. Но в итоге люди там, кто сам ушел, кто там какие-то варианты кому-то помог подыскать, в общем, сейчас ищут активно этого продавца. Грустно, печально, но факт. Саша, как ты прокомментируешь эту ситуацию? Ну, опять же, смотрите, получилась такая история, что русский взял за аренду за год и продал весь комплекс. А другой человек, получается, год ничего не может получать, в итоге ему, естественно, придется этих людей выселять. И опять история с кедняком, вот с таким разводом. Люди остались без жилья, деньги потеряли. Это, конечно, очень печально, то, что такие ситуации могут случиться, причем никто в этом не застрахован. И очень печально именно то, что люди в основном в таких ситуациях остаются без денег и им негде жить. Поэтому в очередной раз будьте аккуратны, внимательны, следите за тем, что вы делаете, все перепроверяйте, смотрите, и лучше лишний раз спросите где-то на форумах, ВКонтакте, у людей, которые знают, чтобы не попасться на удочки мошенников. Вот я по себе знаю, я абсолютно невнимательный человек. Если бы не Саша, не знаю, я бы, наверное, вообще без копейки денег осталась, потому что я так легко на все ведусь, я, наверное, верю в чудо. Я верю, что квартира, которая внешне 12 тысяч может стоить 6 тысяч. А, подарок судьбы! А Саша, он всегда такой жесткий, оценивающий, притирчивый. Я иногда думаю, Саша, слушай, ну хватит уже человека докапывать, уже неудобно. А Саша до всяких мелочей, вот он не даст деньги до тех пор, пока он не будет уверен. И вот это очень хорошая черта. У меня, к сожалению, всегда оберегаешь от мошенников. Также у меня вконтакте один человек спрашивал про депозит. Якобы депозит, он покрывает весь ущерб, если ты что-то в доме поломаешь. И он меня спросил, а если я продам все, что в доме, телевизор, холодильник, ну я якобы отдал депозит, значит я вот это все имею право сломать или продать? Нет, вы не имеете права это продать. Если вы это поломали, то денежки вычтут из депозита, причем по закупочной цене, потому что хозяйке придется покупать новое. А вот если вы вынесли все это из квартиры и на момент выселения не окажется ни словного телевизора, ни словного холодильника, то вас скорее всего объявят в розыск, потому что у них есть ваши паспортные данные, а это уже очень серьезное правонарушение. Естественно, просто она пойдет в полицию, подаст на вас заявление и в итоге вас либо не выпустят на границе и вам придется все это заплатить. В любом случае будут неприятности. даже если вы, к примеру, все разбили в комнате и думаете, что депозит 10 тысяч все это покроет и как бы, ну вот, телевизор, холодильник, все там переломали, кровать, и 10 тысяч, думаете, депозит покроет, то нет. Если ущерб больше 10 тысяч, то с вас потребуют денег свыше, а если вы не будете их отдавать, то на вас опять напишут заявление. Поэтому будьте аккуратны и ничего не ломайте, не разбивайте, не воруйте. И не путайте поломку с кражей, это разные вещи. Что же, на этом у нас все. Спасибо, что посмотрели это видео. Вы были на канале Вечное Лето. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите добрые комментарии, а также обязательно, пожалуйста, напишите в комментариях, какие еще вы знаете мошеннические схемы, которые процветают здесь в Таиланде. Вы поможете этим многим отдыхающим и тем людям, которые приезжают сюда на долгий срок. Увидимся в следующих выпусках. Мы вас очень любим. До новых встреч. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok